Осень в Бресте вступила в свои законные права. Люди утеплились, и на это есть основания. Температурные показатели в утренние часы потихоньку приближаются к нулю. И это первый звоночек о том, что пора бы заглянуть в гардероб, чтобы достать уютную шапку, берет или воспользоваться пальто с капюшоном. Непокрытая голова в ветреную погоду может стать причиной головных болей, а еще серьезных сосудистых заболеваний, которые в свою очередь повлияют на качество волос. Очень часто пациенты обращаются к нам с проблемами выпадения волос именно после холодного зимнего периода. Пренебрегая ношением головных уборов, они нарушают нормальную микроциркуляцию кожи головы и страдает питание волосяных фолликулов, то есть меньше поступает кислорода и питательных веществ. Стоком крови и фолликулы слабеют, волос выпадает сильнее, хуже растет, растет более тонкий. На что ориентироваться? На прогноз погоды. Излишнее желание блеснуть внешним видом при температуре около нуля и ниже может быть причиной серьезных заболеваний и, как следствие, потери волос. Да, решить эту проблему сегодня помогут специалисты Брестского областного кожно-венерологического диспансера. Сначала у пациента возьмут анализы, на основе которых будет назначено лечение. Благодаря современному оборудованию и профессионализму медиков, многие вопросы через определенный промежуток времени уже кажутся чем-то прошедшим и неактуальным. Мы проводим обследование, мы назначаем лечение, но, естественно, подход к каждому пациенту индивидуален. План обследования у каждого свой в зависимости от багажа предыдущих заболеваний, от клинической картины, от показаний, противопоказаний на данный момент, что мы можем пациенту предложить. Если же в гардеробе пока теплая шаль и шапка не появились, самое время подумать об их приобретении. Например, заказать по индивидуальным меркам у ремесленников. Ирина Павловна Белемук в вязании толк знает. На счету талантливого мастера не один десяток уютных теплых зимних аксессуаров. Каждый подобран по предпочтению заказчиков, согласно модным тенденциям. Головные уборы, как вот начинается сезон, действительно пользуются очень хорошо спросом. До этого ни весной, ни летом они практически никому не нужны. А вот уже когда пошел уже теплый сезон, каждый уже просит связать ему головные уборы. Кому-то повязку, кому-то шапочку. Тоже стараюсь подбирать такие модели, чтобы было более-менее модно, чтобы было современно. Я делаю так, чтобы было тепло и комфортно. То есть она двойная. Я делаю так, чтобы было в ней тепло, особенно женщина в возрасте. Делаю, чтобы было тепло и для того, чтобы было мягко. Но не только шапочки, шарфы и шали в большом творческом багаже Ирины Павловны. С таким же особым удовольствием она вяжет мягкие игрушки. Например, вот этот бородатый персонаж – хозяин дома. Есть среди всего многообразия куклы-обереги, пояса, выполненные в освоенной женщине технике ткачества, коврики разных размеров. Большое мастерство и особая виртуозность исполнения вязаных и тканых изделий передалась нашей мастерице от бабушек и мамы, у которых все в руках ладилось. А что может быть лучше, чем аксессуар, сделанный вручную, с любовью. Глядя на это все в детстве, потихоньку я начинала учиться вязать крючком, спицами, что-то себе вязать, что-то еще кому-то вязать. Потом пошла семья, три девочки, надо было одеть, знаете как, вязала все – и пальто, и шапочки, и колготочки, и носочки, и курточки. В общем, вязала все, что можно было связать. И вот постепенно, постепенно вот это все перешло. Там пошли друзья просить, пошли родственники просить. Все это постепенно перешло в такое вот увлечение. Бывает, увижу просто какую-то интересную вещь, хочется ее сделать. И не просто сделать, а хочется конкретно ее как-то по-своему немножко сделать. Передать свой характер, передать какую-то свою индивидуальность, чтобы она была, эта вещь конкретно моя, чтобы я знала, что это сделала я. Способов украсить с пользой свой осенний гардероб достаточно. Ведь это не только красиво, но и полезно. Как говорили наши бабушки, в тепле да в здравии. Не за горами зима, поэтому сейчас самое время, чтобы позаботиться о себе и быть готовым к холодам.